Один из наиболее почитаемых в Цельнинском районе родников, святой источник Казанской иконы Божьей Матери, находится в селе Богдашкино. Благодаря госпрограмме в прошлом году его благоустроили. Почистили, углубили, установили бетонный крытый колодец, слив воды соорудили по металлической трубе. Но, как считают жители села, этого недостаточно. Теперь необходимо благоустроить территорию и отреставрировать рядом стоящие объекты. У нас был проект, определенная сумма была выделена на благоустройство. Понятно из того, что вы видите, что этого пока недостаточно, что проект однозначно предполагает дополнение, расширение благоустройства, развитие инфраструктуры. Но на данный момент можно сказать о том, что вот этот источник и наше село нуждается в спонсоре. Когда забил этот родник, неизвестно. Но старожилы говорят, что помнят его с малых лет. Вода в источнике зеркально чистая, прозрачная и, говорят, целебная. Кстати, перед тем, как проект его благоустройства попал в госпрограмму, воду из родника проверили на качество. Перед тем, как мы утверждаем родник, он сперва проходит стадию исследования воды. Обычно это Симбирский референтный центр ветеринарии безопасности и продовольствия. Все параметры, если соответствуют нормам, родник уже утверждается. И происходит субсидирование его, и софинансирование идет, получается, часть денег от поселения. Остальное – все областной бюджет. 20 лет назад несколько сельчан смогли своими руками на собранные средства построить рядом с родником часовню, соорудить купальню с купелью и посадить вокруг деревья. Тогда же источник был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. С тех пор сюда ежегодно во время крестного хода приносят Жадовскую Казанскую икону Божьей Матери. Из тех, кто 20 лет назад помогал устанавливать часовню и купель, осталось для живых только Нина Афанасьевна Корпасова, которая когда-то работала учительницей в Багдашкинской школе. Собственно, благодаря ей родник удалось в прошлом году благоустроить. Она лично обратилась к губернатору с такой просьбой. Который сделали, который строили, мой муж, тут еще два-три стариков были, они все строили это дело, они умерли. И поэтому вот все тут, я все время тут работала после моего мужа. За два десятилетия купальня обветшала в купеле, застаивается вода. Отреставрировать их – первоочередная задача сельчан. Активисты села решили все-таки вновь попробовать войти в госпрограмму и получить дополнительные средства для реставрации. Но они не откажутся от любой помощи, чтобы облагородить святое место и сохранить его для потомков. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.